Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале Магия Кухни Метеопрогноз Облачная Кухня Здравствуйте! На телеканале Магия Кухни прогноз погоды с удовольствием проведу для вас я, Ольга Гомонова. По традиции в конце выпуска я расскажу вам о полезных свойствах продукта. Сегодня это будет ячневая крупа. А сейчас давайте узнаем о погоде на понедельник, 30 сентября. В прибрежном октау этот день обещает быть ясным и солнечным. Температура воздуха днем 17-19 градусов выше нуля, ночью плюс 12-14. Геомагнитное поле с незначительными колебаниями. На западе Казахстана в Октабе ожидается пасмурный день. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. В светлое время суток воздух прогреется до 12-14 градусов тепла. Темное 8-10 выше нуля. В Байконуре временами облачно. Дневная температура воздуха плюс 16-18 градусов. Ночью показатели термометров составят 6-8. В городе Балхаш по прогнозам синоптиков временами облачно. В светлое время суток столбики термометров поднимутся до 11-13 градусов выше нуля. Ночное показатели термометров составят 2-4 градуса со знаком плюс. В Жасказгане 30 сентября пасмурно. Есть вероятность дождя. Днем плюс 8, плюс 10. Ночью показатели термометров составят 4-6 тепла. Синоптики прогнозируют геомагнитную бурю до 6 баллов. Старайтесь следить за самочувствием. В Караганду осенние ветра принесут небольшие дожди. Днем температура воздуха около 6-8 градусов выше нуля. Ночью столбики термометров опустятся до 2-4 градусов тепла. Показатели геомагнитного поля до 6 баллов. В Кокшитау продолжается пасмурная погода. Возможно, осадки в виде дождя. Дневная температура воздуха 5-7 градусов со знаком плюс. Ночью температура воздуха составит плюс 1-3 градуса. В Костанае, по прогнозам синоптиков, облачно. Осадков не ожидается. Столбики термометра в днем поднимутся до плюс 8-10 градусов. Ночью температура воздуха составит от 2 до 4 градусов выше нуля. Жители Казаларды ждет солнечный понедельник. Днем температурные максимумы в пределах от плюс 16 до плюс 18. Ночью от плюс 4 до плюс 6 градусов. Геомагнитное поле с колебаниями до 5 баллов. В Павлодаре 30 сентября облачно. Есть небольшая вероятность дождя. Дневная температура воздуха составит 7-9 тепла. Ночью столбики термометров опустятся до нуля плюс 2 градусов. Петропавловский небо затянут тучи. Последний сентябрьский день обещают быть дождливым. В светлое время суток показатели термометров составят плюс 4-6 градусов. Ночью 1-3 тепла. Относительная влажность воздуха 81%. Небо над Семеем облачное. Осадков не прогнозируется. Днем воздух прогреется до плюс 8, плюс 10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 2-4 градусов тепла. Жители и гостей города Толдукорган ждет малооблачная погода. Днем плюс 11-13. Ночью от 3 до 5 градусов выше нуля. Максимальная скорость ветра 15 метров в секунду. Жители Тараза осень побалуют теплыми лучами солнца. Температура воздуха в светлое время суток плюс 14-16 градусов. В темное 4-6 тепла. Синоптики прогнозируют слабую геомагнитную бурю. В Тимиртау день готовится быть пасмурным и дождливым. Температура воздуха днем 5-7 градусов со знаком плюс. Ночью 2-4 тепла. В Туркестане ожидается солнечный день. Дневная температура воздуха 16-18 градусов выше нуля. Ночью плюс 6-8. В Уральске по прогнозам синоптиков пасмурно. Есть вероятность дождя. Днем плюс 14-16 градусов. Ночью от 8 до 10 градусов выше нуля. Относительная влажность воздуха 85%. В Усть-Каменогорске синоптики прогнозируют проливные дожди. Дневная температура воздуха 6-8 градусов со знаком плюс. Ночью плюс 2-4. Ожидается геомагнитная буря до 6 баллов. Жители и гости Шимкента смогут отложить свои зонты. Погода подарит ясный день. Днем воздух прогреется до 18-20 градусов выше нуля. Ночью температура воздуха составит плюс 7-9 тепла. В Экибастузе по прогнозам синоптиков небо затянут тучи. В светлое время суток температурные максимумы в пределах от 6 до 8 тепла. Темное от нуля до плюс 2 градусов. Ожидается слабая геомагнитная буря. В городе тысячи красок Алматы. Погода готовит ясный день, но по-осеннему прохладный. Днем термометры покажут 14-16 градусов выше нуля. Ночью столбики термометров опустятся до 6-8 градусов. Теомагнитное поле с колебаниями до 6 баллов. В городе Нур-Султан прогнозируются дожди. В светлое время суток показатели термометров составят плюс 4-6 градусов. Ночью от нуля до плюс 2 градусов. Относительная влажность воздуха 83%. Осенью наш организм особенно нуждается в поддержке. Чтобы быть готовым к любым проявлениям погоды, заботясь о своем здоровье. Для этого достаточно разнообразить свой рацион питания. Например, добавить в него ячневую крупу. Ячневая крупа – это разновидность ячменной крупы. Ее отличает тонкий аромат, нежный привкус орехов и приятная крупчатая структура. С давних времен ячка пользуется славой одной из самых полезных и, надо сказать, заслуженно. В ней, как и впрочем в большинстве каш, содержится огромное количество клетчатки, витаминов группы В, а также витамины А, Д, Е, кальций, йод и магний. Прогноз погоды провела для вас я, выпускница Казахстанской медиа-академии Ольга Гомонова. Заботьтесь о своем здоровье, чтобы в любую погоду в душе светило солнце. В год молодежи Казахстанская медиа-академия открывает новый телеканал и приглашает тебя на концерт-презентацию. 6 октября в 13.00. Алматы, ТРЦ, Кокжиек. Нас поздравляют. Академия творческого развития Элика. Группа Дервиши. Айжан Нурмагамбетова. Маргарита Туманян. Тал Кын Забирова. Анель Аринова. Группа Шами. Скинтал. Марина Бардо. Эльгиза Каражанова. 6 октября в 13.00. Алматы, ТРЦ, Кокжиек. Казахстанская медиа-академия. Это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа-академия. Это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа-академия. Стань медийной личностью.